Короче, у Шенгыза Кайранова и Ануарбека Бекембетова, там между ними нереально серьезная заруба. Это не шутки, это не постанова. Они прям реально друг друга терпеть не могут. И показывают это, и транслируют это. Я вчера был на Стардауне, и я с Шенгызом пообщался. С Ануарбеком не получилось. Но там реально прям заруба жесткая при том. Что говорит о том, конечно же, что поединок между этими двумя чувачками будет беспринципным. Задний не будет. Будет битва до конца. Сегодня в 6 часов вечера по времени Алматы начинается Найза и ФС 51, и здесь они будут и драться. Посмотреть сможете в прямом эфире на Найза ТВ. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Обязательно подпишитесь и смотрите. Вот так. Там еще и баттербол, короче, будет идти. Но мы не про баттербол сегодня. Мы сегодня непосредственно о ММА. Итак. Ассалам алейкум, леди и джентльмены. С вами Сула, наш боец. Мы потихонечку начинаем. Во-первых, да, у нас сейчас по этой теме, да, кто победит, кто проиграет, кто прав, кто виноват. Я непосредственно Шангас Хайранов и Ануарбек Бекембетов, я про них говорю. Жесткое общение сейчас идет у меня в телеге на наш боец. Вот здесь вот будет ссылка на мой телеграм-канал. Я прям советую вам, джигиттеры, подписаться. Мне осы телеграм-парақшама жазылыныз, күрметті ағайындар. Сол сылтымесын, так же, мы на видео на астында қалтырам. Және біріншек түргілген комментария да болады. Суан жазылыныз, күрметті ағайындар. Так. Тепер, да, ағайындары, пацандары, қыздары, тателеры, ағалары. Двигаемся дальше, мне осы файт-карт туралы сөйеже, газыр ангме болады. Но, біріншіден, давайте, кім осы турнирда қатсаны? Солардың бәрін сіздерге көрсет берей. Но, бірінші, жек-пе-жек тем, Өзбекистанның жауынгерімен, мен шаташпасам, Таджикистанның жауынгері, да? Абил Хайровпен, Эсті Эхтишам деген жауынгерлері шығады. Екінші, жек-пе-жек, Өзбекистанның жауынгері Хакимов деген, бразилиялық жауынгермен, Кастромен, жек-пе-жекке шығады. Тепер, третия сұхватка. Третия сұхватка, здесь Умарова, дейшода Умарова, вы сами знаете, шикарный боец. Против қырғызской спортсменке, Курман Бекавай. Ну, жек-пе-жек, қыздар, өздеріңіз білесіндер. Қазақ пен қырғыз бір туған, ол бірінші ден. Екінші ден. Вот, қазақ жауынгерлерге, мен мойымша, ең қиын қарсылас, ол қырғыз бауырларымыз. Задни жоқ ол жек-пе-жектерде. Ваше задни жоқ. Прям конкреттан топят. Мойыменлары, мен мойымша, үлкен денгеде. Жоқ ол жек-пе-жектерде. Мойымша, қыз бауырларын. А следующая схватка, наш боец Черников, против узбекского файтера Аксито Джонова. Вот, не знаю, да, вот его рекорд 4-2 у нашего парнишки 1-2. Одна победа, два поражения. Ну, а теперь еще одна схватка между девушками. Бұл біздің қарындасымыз, Шафкат Рахмоновтың туған қарындасы, Сора Рахмонова, экс-чемпионкаға қарсы шығады Валерия Каригина деген. Спортсменкаға, ресейдің жаунгері, ММА жаунгері. Енді осы жек-пе-жек туралы, не дей аламын. Сора мен Валерия туралы. Аб қазір, өз шынымдай тайн. Ренжмейсіз. Ренжмейсіз, құрметті ағындар. Мүшде мұна Валерия Каригина деген өте-өте жоғар денгеде. Өте мақты қыз. Білмейм. Өшерді мұне 60-40 деп ойлайым. Валерия Каригинаң джиндісіне. Осылай қойам. 60-40. 60 процент. Валерия Каригинаға 40 процент. Сора Рахмонова. Менің ойымызша, Валерия Каригинаға осы жекпе жекті және алады. Шынымдай айттым сіздерге. Но, в любом случае, Сора Рахмонова тілейтін тұқы джиніс. Иншалы, көреміз енді. Алла тағалаған әбілет. Кім жәнеет, кім жәнеет. Ал енді мұне осы бұл прелимдар болды. Казырана тақ жаса прелимді. Шыңғыз Шаққазақ Қайранов пен Ануар Бек мотиватор Бекімбетов шағат. Бірақта ол осы жекпе жек туралы. Сонғы ең крайни неде айтып берем сіздерге. Следующая сұхватка енді мұне. Бірінші рет, бірінші рет өз карьерасында бағлан жақанша мейн көртті шығыватыр. Мен шатаспасам бірінші рет. Оның қарсыласы Таджикистан жауңгері Гүл Мамадов деген жауңгер. Мен ойынша өтте-өтте жақсы жекпе жек болайын деватыр. Мен осы жекпе жек туралы, күсәті, я әделіне выпус дел. Бұр бақтырлама бар. Мен осы сілдеймен көреласыз. Соган күріп қараныз. Чо пачоғым, хоккейс, ме чоғым, көкей шансы деген дей. Келесі жекпе жек. Мен шатаспасам. Мен жерде Рамазан Кадейік деген жауңгер. Ресейлік жауңгер. Осы жігіт шатаспасам. Шатасам, абязателіне. Видео насында жазын. Сулызен пағнал деп. Осы жігіт Алаш Прайд тұжырымның чемпионы. Қазақстанда ек рет. Ек рет па? Шет па? Памамы ек рет. Ек рет жекпе жегін өткізді. Екі қазақты құқындырып женді. Мене осылай. Оның қарсыласы осы жекпе жекте. Дуглас де Аливейра деген бразилиялық балуан дартим тобының жауңгері. Ол бірінші дейін. Еканшы дейін. Памой му ек рет. Уже мүне сонғы ек рет. Мүне Дуглас де Аливейра женілді. Сонғы ек рет. Екі жекпе жегінде женілді. Мүне осы жекпе жекте женілсе? Хай білмейін. Бірақ, мен мойымша. Осы мен оның қазақстандағы, а по крайней мере Найзадағы саясаты аяқталып деп ойлайым. Это будет крайняя его сғватка, если он проиграет. Не знаю, насколько это... Но у мене такое впечатление, леди и джентльмены. Так, келесі жекпе жек. Біздің жауңгеріміз. Ақтубин тұрғыны. Еркін күш тобының жауңгері. Нұрбек Кабдрахманов, онңғарсаласы, лидың жығыдың жығыдың жығыдың. Кильгин, Джаунгир Мне тоже Нурбек Турала Но про Нурбека что могу сказать У Нурбека есть одно Отличное качество Это стрессоустойчивость Он стрессоустойчивый Это вообще просто Он даже проигрывает А джинлеватор Победа Он не герез Он двигается Он не теряет голову С холодной головой С таким хладнокровием относится к поединку Даже проигрывает Даже когда ему воткнули на жопу Он не теряет самообладание Вот это мне очень нравится В Нурбеке Ну и конечно же он показывает Отличные сабмишины Я уверен Это поединок будет классный Тем более Как мы знаем Как показывают опыт На из АФС Корейцев они тянут Серьезных пацанов Корейцы прям нереальные пацаны Которые приезжают С Южной Кореи И здесь дерутся Вася, не горюй Вот так вам скажу Так Со главное событие Басурман Кул Абдильбаид Улу Профессионал Ветеран Нереально опытный боец Кракостана против сил Вы Я думаю это будет прям заглядение Это прям со главное событие Шикарнейший бой будет Шикарнейший поединок Который нас ожидает Желаем Конечно же Басурман Кулу Победу Против него будет Биться Силва Бразилица Которого Характер Которого Не у многих Не у многих бойцов есть Этот парень Будет биться до конца Однозначно Будет классная битва Сто процентов Ну и главное событие Чемпион Да Улжас Абзалиев Будет впервые В своей карьере Защищать свой чемпионский пояс И против Артура Гусейнова Ветерана ММА Ветерана нет У него столько побед Столько и поражений Не столько же Но конечно же Гораздо меньше поражений Но Это очень опытный боец Если вы помните Артур Гусейнов Дрался за Пояс временного чемпиона Против Даурена Ермекова И тогда я Ну по крайней мере Пару лет назад Ну тогда Артур Прямо Он меня впечатлил Это Легкой прогулкой Для Улжас Абзалиева Этот поединок не будет Сто процентов Сто процентов Так что Мне Улжас 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 Сунда Если я не ошибаюсь Тогда он поставил Перед собой Цель Пойти Участвовать И добиться Каких-то результатов Это вызывает Уважение Прошло Два с половиной Года И он Сейчас На мой взгляд Главный Хедлайнер Турнира На ИЗА ФС 51 Главный Хедлайнер Это я сейчас Обращаюсь К молодым Бойцам Если ты Трудишься Если ты Работаешь Это Приносит Результат Вот Два с половиной Года назад Он меня спрашивал Здесь Объявляется Набор А сейчас Он Вчера Он Стердаун Когда был Вася Это было Главное Событие У нас Еще Таких Общений В профи ММА Не было Посмотрим Получится ли Уануарбека Завтра Сегодня Извиняюсь Сделать Что-нибудь Но знаете Как говорил Мой Любимый Боец ММА Профессионал Конор Макгрегор Если ты Это видишь И у тебя Хватает Смелости Об этом Заявить То это Произойдет Если вы Сразу Не поняли Что это Имеется Ввиду Потом Просто Запишите Выпишите Себе А потом Еще Посидите Пообсуждайте Что Это О чем Это Что Здесь Имеется Ввиду Вот Так Посмотрим Поединок Обещает Быть Действительно Бескомпромиссным Нереальным Поединком Это На мой взгляд Впервые Такое Так Скажем Да Такой Стартам Он вообще Прошел Такое Общение Впервые Было На профи ММА В Казахстане Вот так Вот Посмотрим Что будет Я не могу Я не призываю вас Написать За кого будете Болеть Напишите В любом случае Если есть желание Но не забываем Это оба Наши пацаны Оба Наших пацанов Оба Ну Шенгазон Родной Вот для меня Ну Родной Это Я его говорю С 2016 Году Знаю Вот так Вот друзья Значит Сегодня В 6 часов Вечер Начинается Прелимы В 21 00 Начинается Мейнкарт По времени Алматы На этом у меня Все Обязательно Подписывайтесь На наш канал Ставьте пальцы Вверх С вами был Сула Наш боец Всем пока Салам алейкум Редактор субтитров Редактор субтитров